Всем доброго вечера! Приветствую всех на своем канале! Сегодня будет продолжение предыдущего видео, но уже в некотором законченном варианте. В предыдущем видео мы рассматривали усилитель класса Е. Эти усилители применяются в конечных каскадах передатчиков радиосигнала. Здесь мощность может быть огромная, то есть его задача именно преобразовать звуковой сигнал, его усилить и доставить к потребителю по радио. Эта же схема является базовой для усилителя мощности как источника питания, на базе чего тот же Бунк построил свою систему. И да простите меня Бунк, но сегодня определенные нюансы я расскажу и покажу как отработать системы на базе моей установки. То есть имеется класс Е, усилители, демонстрированные в предыдущем видео и катушка. Сейчас мы катушку подключим к нашему классу Е. Посмотрим один важный момент. Первый важный момент на сцене мы наблюдаем модулированный сигнал. И этот модулированный сигнал несет очень важную роль в этой системе. Посмотрим сигнал на катушке в нашем смесителе. Разместим здесь щуп. Посмотрим осциллограмму. Кто-то увидит до боли знакомая стиллограмма реального работающего устройства. Первый интересный момент. Акцент. Сигнал подаваемый из генератора. В данном случае это класс Е определенной формы. То есть как видно он модулированный. Этот сигнал подается на наш усилитель мощности. Сигнал это голубой луч. Если мы его развернем, во-первых, особенно здесь уже два полупериода появилось. Это раз. Второй нюанс, если мы развернем, этот сигнал нарезан. И нарезан он нашими продольными волнами. Вот этот сигнал, то что видите на экране, это и есть представление продольной волны. Которая тоже несет определенную функцию в этом генераторе. Нарезка из себя представляет вот такой сигнал модулированный. Частоту этого модулированного я могу менять. Могу такое сделать. Но самое интересное заключается в питании класса Е. И как происходит усиление мощности. Класс Е потребляет копейки. Вот сейчас на экране видно, что блока питания 0 А потребляет. такой сигнал. Теперь задача усилить этот сигнал. Каким образом это делается? Давайте увеличим питание. Увеличим питание и будем следить за осциллогов. Вот наша мощность появилась. При этом блок питания мы потребляем всего 20 мА. По нашему усилителю мощности мы видим такой сигнал. И вот этот сигнал уже несет мощность в себе. Это то, что все ищут. Это ваш усилитель мощности. Сейчас уменьшу развертку. И еще газку поддам. Вот так вот до 70 вольт. Вот. Вот он на сигнальчик. Частота внутри этого сигнала соответствует частоте низкочастотного прерывателя. На выходе мы имеем усиленный сигнал. При этом здесь стандартный эффект. Кто знает, кто в теме, тот поймет. О чем это? То есть задача каждого, кто строит усилитель мощности. Надо разобраться, для чего амплитудная модуляция. Можно сделать вот так вот. Можно сделать уменьшить. Вот классический сигнал сейчас стал. И мощность доставляемого нагрузка. Она будет зависеть от нескольких факторов. В частности, от амплитуды. От частоты внутри пачки. То есть огибающие этого низкочастотного сигнала, это и есть ваша мощность. Которую вы можете снять нагрузку. Все достаточно просто, если знать, как оно делается. Поэтому на текущий момент все. Всем спасибо. Хорошего настроения. Пока-пока. Удачи.